Режим Нурсултана Назарбаева породил такое позорное для любой страны явление, как политические заключенные. Оппоненты власти, просто люди, высказавшие свою позицию в социальных сетях, и даже люди, не делавшие никаких публичных заявлений, но заподозренные режимом в неблагонадежности, томятся в тюрьмах по сфабрикованным обвинениям. Движение «Демократический выбор Казахстана» призывает своих сторонников 10 мая выйти на митинг против политических репрессий и пыток в Казахстане. 10 мая я предлагаю выйти с лозунгом «Свободу политическим заключенным и нет пыткам». 10 мая выбрана в связи с тем, что в эти дни в Казахстане будет находиться делегация европейских парламентариев. И власти Казахстана, с одной стороны, будут вынуждены изображать приверженность демократическим ценностям и правам человека, а поэтому не будут задерживать участников митингов. С другой стороны, Аккорда будет вынуждена прислушиваться к требованию протестующих, чтобы попытаться не допустить массовых выступлений, тем самым продемонстрировав в Европе отсутствие протестных настроений в Казахстане. Поэтому именно в эти дни протесты наиболее безопасны и эффективны. На данный момент в официальном списке политзаключенных, составленном Коалицией правозащитных организаций Казахстана, находится 23 человека. 29 апреля 2018 года после смягчения наказаний на свободу вышел Талбят Аян, который находился в заключении за организацию земельных протестов в Атырау. Но другой организатор земельных митингов Макс Бакаев по-прежнему находится в тюрьме. Дольше всех, с 2006 года в заключении находится поэт и публицист Арон Атабек, обвиненный в организации столкновения жителей микрорайона Шен-Эрак с полицией. С 2009 года в заключении находится бывший глава Казатомпрома Мухтар Джакишев, ставший жертвой передела на мировом урановом рынке, где он мешал расширению влияния России и пострадавший за свои дружеские отношения с Мухтаром Аблязовым. ДВК призывает своих сторонников выйти на митинг не только ради того, чтобы из казахстанских тюрем вышли все пострадавшие за свою политическую деятельность или свои политические симпатии, но для того, чтобы в казахстанских тюрьмах перестали пытать. Мы стартуем одновременно по всей стране в 11 часов дня по времени Астаны. В столице, в Астане, это офис представительства Европейского Союза в Казахстане. Улица Космонавтов 62. Второй город Алматы. Значит, в 11.00 это квартал между Хабабай-Батырой и Богимбай-Батыра. Это недалеко от оперного театра и балета. Во всех областных центрах местным сбором являются областные акиматы. Это территория перед областными акиматами, всегда есть площадь. Мы должны продемонстрировать, что мы одна нация, что нам есть дело до каждого нашего гражданина, что мы солидарны с каждым невинно пострадавшим. Пришло время перемен.